Посреди лесов Чехии, на отвесной скале, располагается загадочный замок Гаусска. Это регион Северной Богемии. На протяжении многих веков он пользовался дурной славой. Почему немногочисленные местные жители всегда с опаской относились к этому сооружению и считали, что там таится великое зло? По какой причине для постройки замка было выбрано место, которое исторически было покрыто непроходимым лесом, непригодным даже для охоты, а рядом с ним не было ни дорог, ни питьевых источников? Почему во внутреннем дворе так часто можно увидеть десятки мёртвых птиц? И почему во время Второй мировой войны нацисты оккупировали это сооружение, хотя его местоположение не имело абсолютно никакого стратегического значения? По самым скромным прикидкам, под замком находится портал «Преисподнюю». Именно об этом сегодняшнее видео. Противоестественные события начали происходить в этом регионе ещё до того, как был построен замок. Есть археологические свидетельства того, что в древности тут обосновались кельты, а начиная с VI века область начали заселять славянские племена. Первым строением, возведённым на месте нынешнего замка Гаусска, был небольшой деревянный в 1541 году. Именно в этом рукописном труде задокументировано и первое мистическое происшествие, связанное с этим местом. Местные жители рассказывали, как однажды на вершине скалы образовалась трещина. С каждым днём она увеличивалась в размерах. Обитатели близлежащей деревни стали бояться приближаться к ней. Они считали, что этот таинственный проём ведёт прямо в ад, а с наступлением темноты потусторонние создания, согласно описаниям это «полулюди-полуживотные», выбираются из портала, чтобы убивать скот и случайных путников. Люди пытались законсервировать ворота в преисподнюю, но сколько бы камней они не бросали в яму, всё было тщетно. Она будто бы была бездонной, заглатывая любые предметы, попадающие туда. Вскоре могущественный герцог из клана Дуба решил пресечь все эти фантастические легенды, исследовав зловещий проём в скале, который уже достиг невероятных размеров. Но самостоятельно отправиться в недра горы он не рискнул. Вместо этого он привёл к бездне заключённого, которому предстояло провести остаток жизни в тюрьме. Герцог пообещал преступнику свободу и прощение всех прегрешений, если тот спустится в яму и расскажет обо всём, что там увидит. Заключённый охотно согласился. Он уцепился за длинную верёвку, заблаговременно опущенную в проём, и скользнул вниз. Несколько минут стояла звенящая тишина. Затем раздался душераздирающий вопль преступника. Слуги герцога незамедлительно принялись тянуть верёвку наверх. И как только заключённый оказался на поверхности, присутствующим предстало шокирующее зрелище. Волосы мужчины были полностью седыми, а на лице застыла гримаса ужаса. «Я видел самого дьявола», – тихо произнёс он и замолчал. Через несколько дней этот мужчина скончался. В конце концов было решено завалить прокрутую яму камнями, пока это не принесёт результата. Три года ушло на то, чтобы, наконец, закрыть адское отверстие. На этом месте поставили небольшую часовню, которая по сей день считается одной из самых мистических в Центральной Европе из-за фресок, украшающих её стены. Большая часть из фресок, которые можно наблюдать там, представляет собой пугающие картины борьбы ангелов и демонов. Также на одной из стен можно увидеть фигуру странного существа женского пола, верхняя часть туловища которого человеческая, а нижняя – лошадиная. На первый взгляд абсолютно непонятно, к чему кентавр, создание из языческой мифологии, изображён на церковной стене. Исследователи полагают, что эта фреска связана с историями о полулюдях-полуживотных, замурованных под полом часовни. В XIII веке по приказу короля Чехии Пшемысла Атакара II был возведён каменный замок Гаусска. Он был построен в форме квадрата, в центре которого стояла та самая часовня. В здании было множество оборонительных сооружений, на которых круглосуточно дежурили солдаты. Но зачем? Границы чешского королевства были далеко от замка. То есть врагов извне можно было не опасаться. Впрочем, объяснение можно было найти, взглянув на план постройки. Дело в том, что все оборонительные сооружения были обращены внутрь, на маленький дворик с часовней. Так что вывод напрашивается сам собой. Солдаты не защищали замок от внешней угрозы. Они пытались сдержать то, что было внутри. Ещё один любопытный факт. Выходы из здания во внутренний двор изначально не были предусмотрены. Конечно, в нынешние дни замок Гаусска выглядит совсем по-другому. После 30-летней войны в середине 1600-х годов здание подвергалось реконструкции. В частности, башни, ров и другие оборонительные сооружения были демонтированы в рамках указа, изданного императором Фердинандом III. Спустя два столетия замок Гаусска вновь был перестроен в стиле эпохи Возрождения. А в 20-м веке он начал медленно, но верно приходить в упадок. Врата в преисподнюю – не единственная легенда, связанная с замком Гаусска. В 17-м веке он стал штаб-квартирой командира шведских наёмников Аронта. По слухам, этот мужчина также занимался чёрной магией и проводил алхимические эксперименты в стенах замка, пытаясь создать эликсир вечной молодости. Местным жителям приходилось постоянно сталкиваться с произволом подчинённых Аронта, которые грабили деревню и издевались над женщинами. Но гораздо больший ужас на них наводили его магические опыты, проводимые прямо над дьявольским порталом. Также известно, что немецкие войска захватили замок Гаусска во время нацистской оккупации Чехословакии. Они находились в здании, не имевшем стратегического военного значения. Причём делали они это на протяжении нескольких лет, вплоть до контрнаступления советской армии. Но чем же они тут занимались? Разумеется, перед отступлением нацисты уничтожили все официальные документы. Но учитывая интерес Гитлера к оккультным наукам, можно предположить, что немецкие оккупанты выполняли спецзадания своего фюрера, связанные с экспериментальным исследованием легендарных врат ада. По другим предположениям, нацисты превратили замок Гаусска в нечто вроде своей генетической лаборатории. Но даже на этом легенды вокруг замка Гаусска не заканчиваются. И здесь вспоминается ещё один более современный случай, который произошёл в СССР, когда была разработана программа сверхглубокого бурения по изучению недр земли. Для реализации проекта был сформирован межведомственный совет, в состав которого вошли учёные и производственные специалисты страны. Речь идёт о той самой Кольской скважине, ведь за ней закрепилось устойчивое название «Колодец в ад». Кстати, об этой Кольской скважине вы сможете посмотреть наш выпуск, удалённый с Ютуба и эксклюзивно опубликованный в Телеграм-канале. Ссылочка будет в закреплённом комментарии под этим видео. Дорогие друзья, сегодня нет никакого сомнения, что на нашей планете есть недобрые аномальные места, в которых происходят странные вещи, объяснить природу которых человек до сегодняшнего момента не может. Часть из них заброшена и никто не продолжает никакие исследования. А многие энтузиасты попросту пропадают в таких гиблых местах. Обязательно пишите свои комментарии под этим видео, что вы думаете по поводу всего происходящего. Также поставьте палец вверх, если материал был для вас интересным, поделитесь им со своими единомышленниками и, конечно же, подписывайтесь на канал, а самое главное на наш Телеграм, ведь там гораздо больше информации. Всем пока!